Добрый день, меня зовут Елена Нозрист, я косметолог компании Джерелия. И сегодня я вас познакомлю, кого-то познакомлю, а кому-то напомню, потому что это крем для ног от сухости и трещин, это как раз возвращение нашего любимого, который был под названием крем-улея, для них ведь сухости и трещин, теперь он крем для ног от сухости и трещин с улеей и таману, потому что как раз добавилось это масло. То есть вернусь к началу. Я хочу вас познакомить с новинкой 9 каталога, кремом для ног от сухости и трещин с маслом таману. До редизайна, до реформулирования, этот крем для ног, так же как и крем улея для рук, это наши такие старожилы, это кремы, которые за счет того, насколько хорошо они работают, они всегда с нами, они не уходят из нашего ассортимента, они только прошли через редизайн, улучшили еще их состав, и они возвращаются к нам, опять-таки, как и на крем улею для рук, пока она не вернулась, были вопросы, когда, когда, когда вернется. Вот возвращается уже крем для рук, крем олея для рук вернулась, крем для ног возвращается, и поэтому я думаю, что все будут более чем довольны, а кто еще не знаком, те познакомятся и будут тоже очень довольны. Значит, крем от сухости и трещин предназначен для, как следует из его названия, для сухой, огрубевшей, склонной к растрескиванию кожи ног. Работает на то, чтобы смягчить эту кожу, убрать вот это вот излишнее роговение, способствовать заживлению трещин, способствовать тому, чтобы убрать вот эту вот болезненность, все неприятные ощущения, которые связаны с трещинами, и заживить, естественно, заживлять саму трещину. Вы видите, насколько хорош, насколько богат натуральными компонентами состав этого крема, и он действует сразу на нескольких уровнях. Мочевина, она здесь на первых местах в составе, поэтому она будет работать и как увлажнитель, но она работать будет и на то, чтобы постепенно растворять, постепенно размягчать, постепенно убирать вот эти роговевшие наслоения кожи, вот эту роговевшую кожу, роговение это само, делать кожу более мягкой, более нежной, без вот этого вот роговения. Масла таману, сои и шин очень хорошо питают, очень хорошо смягчают кожу, и кроме того, в составе вы видите еще и подорожник, вы видите облепиху, вы видите пчелиный воск, витамина. Это все то, что работает очень хорошо на заживление, снятие вот этих неприятных болезненных воспалительных ощущений, и на то, чтобы действительно, на то, чтобы заживить трещину. Что изменилось в составе крема по сравнению с тем, который был? Это были добавлены масла таману, оно же масло Александрийского лавра, шибатор, то есть вот масло ши и пчелиный воск. То есть крем стал еще более заживляющим, еще более питательным. У нас когда был вебинар по уходу за ногами, мы говорили, я говорила о том, что для крема и для ног, особенно в ситуациях, когда вот она склонна к растрескиванию, когда она склонна к сухости, когда она склонна к роговению, нужно не столько увлажнение, сколько нужно максимально питательный крем. Вот если в руках для рук увлажнение очень важно, нужно, то кремы для ног, вот когда говорят, что не подошел крем для лица, а выможу на пятки, это могут себе позволить те, у кого вообще все без проблем. Но увлажняющий крем на ноги, он мне на самом деле не подходит. Нужен крем специальный. И вот как раз крем вот этот для ног с маслом таману, он более чем специальный. Он очень правильный крем, он очень питательный крем, он стал еще более заживляющим, еще более питательным. Значит, используем его утром и вечером, или утром, или вечером, и утром, и вечером в комфортном режиме, так как вам есть необходимость у вас в этом. До полного впитывания. Учитывая его вот такую великолепную питательность и заживляемость, его можно использовать и как маску для стоп. Нанести крем и надеть либо сначала вот полиэтиленовые, типа бахил каких-нибудь, да, вот полиэтиленовых бахил, или просто сразу надеть хлопчатобумажные носочки. В идеале вообще на ночь. Кто не может спать ночью в носочках, значит, можно на пару часов. Но можно не только как крем, а использовать его как хорошую такую питательно-заживляющую маску, особенно после ванночки. Заживление действительно будет идти очень хорошо. Что касается, как всегда мы смотрим, что у нас в тюбике, заглядываем в тюбик и смотрим, как, что, какие натуральные компоненты там есть. Это не просто крем, а содержится в нем, вы видите, что масло тамана. Ну, действительно, вот это масло, которое, я его очень сильно люблю, это масло, которое, оно просто уникальное именно по своим заживляющим свойствам. Оно очень хорошо в кремах, которые, допустим, после там ультрафиолета. Какие-то, вот там, где было, есть какое-то повреждение, есть то, что нужно заживить. Александрийский лавр не сравнение. Он великолепен абсолютно. В нем, действительно, все группы, вот, содержатся липидов, которые восстанавливают здоровые клетки кожи, защитный барьер кожи в целом. Это великолепнейшее, тоже, тоже любимое масло сои, которое тоже прекрасно заживляет, прекрасно регенерирует. Облепиха, которую вообще обожаю во всех видах в косметике. Здесь как экстракт, здесь не как масло, здесь как экстракт, здесь как раз вот направлено на то, чтобы хорошо вот витаминизировать, заживлять, смягчать, то есть вот все направлено на смягчение, заживление и дать строительный материал, которым вот можно это заживлять. Подорожник. Нечего рассказывать о подорожнике. Все о нем прекрасно знают, о том, что он бактерицидный, ранозаживляющий, очищающий и так далее. Вот. Ну и мочевина карбамид. Это вот, я уже сказала о том, что здесь она работает не только на... Когда она где-нибудь ближе к концу состава, да, когда она в меньшем процентном содержании, она увлажнитель. Когда она вот на первых местах, и как раз вот в кремах для ног, именно это нам важно, она работает как вот природное такое отшелушивающее средство на то, чтобы уменьшать грубилость кожи, для того, чтобы делать кожу мягкой, нежной и способствовать тоже заживлению трещины. Ну и увлажняющий эффект есть, и есть эффект, который сводит к минимуму как раз потерю воды кожи. Вот такой вот крем. Я надеюсь, что я обрадовала тех, кто его ждал. И он стал еще лучше, он стал еще активнее, он стал красивым, он стал в очень удобном тюбике. Вот. Поэтому пользуемся и опять-таки знакомим всех окружающих с этим великолепным средством. Спасибо большое за внимание, всего доброго, до свидания.